Давайте разберемся, как вести блог. В последние годы видеоблоги стали популярной темой на YouTube. Создатели видеоблогов — это уже очень-очень разные люди. Есть блогеры всех возрастов. Ну, с детьми там, конечно, все понятно, но уже много и возрастных блогеров. И даже жителей сел, которые снимают свою повседневную жизнь, и это смотрят многие люди. Они придумывают необычные сценарии для съемок. Почему смотрят такие видео? Ну, потому что, возможно, нравится этот человек. И нам хотелось бы узнать больше подробностей о его жизни. Или, может быть, нам нравятся классные съемки, или монтаж, или сценарий, который может дать нам яркие эмоции и переживания, сделать скучный день необычным. Это основные мотивации. Но есть одна вещь, которая, как правило, отделяет хорошие влоги от плохих. История — это то, что сделает влог успешным или, наоборот, уничтожит его. Сейчас большинство из вас подумают, что история — это что-то вроде короткометражных фильмов или документальных фильмов. Это не совсем так. Но так или иначе, это действительно связано с кинематографом, и это переносится на видеоблог. Я часто вижу, как люди, когда они только начинают создавать видеоблоги, создают видео вообще без сценариев, без идей. Это как взять камеру, записать основные моменты дня, соединить их в последовательности и назвать хорошим влогом. В 90% случаев это выглядит очень полюбительски, и аудитория просто не за что ухватиться. Нам нужно взглянуть на элементы истории, чтобы люди чувствовали себя вовлеченными, как будто они являются частью происходящего. Конечно, важны персонажи, тема, обстановка и конфликт. И информацию, как это делать, как это все соединить, прежде всего нужно черпать из книг по режиссуре. Итак, мы создаем видеоблог. У нас уже есть один элемент истории, это вы. Прежде всего, то, на чем будет фокусироваться аудитория. Вы – история для большинства людей. У нас также могут быть второстепенные персонажи, такие как друзья, семья или, возможно, кто-то, с кем вы работаете. У вас может быть друг, который всегда появляется в видео, и аудитория начинает узнавать этого человека как второстепенного героя. Таким образом, однажды, когда этот человек не появляется в видео, подписчики пишут «Эй, а куда же делся Петр?». Сами по себе персонажи бесполезны без темы и обстановки. Идея даст ощущение основы, что-то вроде стиля. Вы можете начинать видео всегда в одном месте. Итак, у вас есть персонаж, тема, обстановка. Теперь нужно подумать что-то, чтобы зацепить зрителя. И это должен быть конфликт. Сейчас я не говорю о каком-то происшествии или драме типа катастрофы. Но, возможно, вы удивитесь, что конфликт есть во влогах все время, везде, во всех хороших влогах. Конфликт может быть представлен в разных формах. Вы можете заявить проблему, а позже, отвечая на главный вопрос, разворачиваете спор и решаете его. Ну, а если вы научитесь красиво снимать, то это уже может быть основой, чтобы сделать хороший видеоглог. Итак, хороший влог должен содержать такие элементы, как главный герой, интересная тема, конфликт, чтобы зацепить аудиторию и держать внимание долго. Ну и, конечно же, стиль, стиль съемки. Это все имеет структуру. Без структуры, если вы просто соберете воедино основные моменты своего дня, это станет своего рода несуразной хронологической последовательностью основных моментов, без реальной эмоции и смысла. Самое важное, что вам нужно понять, это то, что вы и есть история. В ролике могут появиться известные люди, красивые дома, дорогие машины. Но если вас убрать из видео, то это будет просто набор кадров или реклама. Что неинтересно, и зрители забудут об этом видео сразу. Это ваши первые знания на эту тему, но их достаточно для того, чтобы ваши блоги выделялись на фоне 95% остальных блогов. Но напомню, в будущем вам нужно углубиться в изучение режиссуры и разбор фильмов, популярных, профессиональных видеоблогов с этой точки зрения. Поддержите это видео комментарием и лайком. Спасибо всем, кто смотрит этот канал. Увидимся в следующем видео.